Сегодня в Доме правительства составилось окружное заседание представителей органов государственной исполнительной власти, субъектов СКФО, экспертного совета Комитета Государственной Думы России по охране здоровья и Национальной Ассоциации Организации Больных Редкими Заболеваниями. Участники обсудили вопросы готовности округа к оказанию комплексной помощи пациентам с орфанными генетическими заболеваниями. Подробности расскажет Мурат Женкезов. Окружное заседание направлено на обсуждение вопросов готовности округа в рамках законодательной и нормативно-правовой базы к оказанию комплексной помощи пациентам с редкими на языке медиков орфанными и генетическими заболеваниями в условиях расширения программ скрининга, усиления первичной и медико-генетической службы регионов. Мы пригласили на него семь регионов, это Северокавказские республики, для того, чтобы обсудить готовность медико-генетических служб регионов к новым реалиям, которые у нас сейчас будут на территории Российской Федерации. Это расширение скрининга на 36 заболеваний, новые заболевания, новые мутации, введение нового МКБ-11, которое придет и принесет нам гораздо более широкий список заболеваний. Участники мероприятия обсудили вопросы совершенствования государственной политики в области редких заболеваний. Особое внимание уделили наличию необходимой нормативно-правовой базы. Проблемам обеспечены этой категорией лекарственными препаратами, в том числе не зарегистрированными, но необходимыми по жизненным показаниям. На сегодняшний день мы проводим неонатальный скрининг, это в перинатальном центре. Идет массовое обследование всех новорожденных детей по пяти нозологиям, в том числе и зарпанных заболеваний, это фенилкетонурия и галактоземия. На сегодняшний день диспансерная группа по фенилкетонурии составляет 76 детей и пациентов, потому что как бы не только дети у наших пациентов, но и взрослое население. Нам представлено письмо от нашего центрального учреждения МГНЦ о том, что мы можем на сегодняшний день бесплатно провести обследование других оставшихся наших пациентов. Мы над этим сейчас работаем. Участники круглого стола поддержали предложение о необходимости разработки федеральной программы в области редких орфанных заболеваний. По итогам заседания выработана резолюция, отражающая вопросы и предложения, прозвучавшие в ходе обсуждения. Мурат Шенкёзов, Мухаммед Ошибоков, Вести Карачаева, Черкесия.